Десантики где находятся? В БТР. БТР где находятся? В Мурене. А Мурена где находится? На большом десантном корабле. Экскурсия на Хабаровский судостроительный завод начинается со знакомства с продукцией предприятия. Это различные корабли и суда, выпущенные с середины 50-х годов по нынешнее время. В экспертном туре принимают участие представители туристических агентств. Им предстоит разработать новые маршруты на промышленные предприятия региона. Экскурсии для школьников уже проходят на фабриках мороженого, сока, а также трикотажной и макаронной. Перед тем, как мы разрабатываем экскурсию, мы встречаемся, фотографируем, общаемся. То есть как с нашей стороны правильно подать экскурсию, так и кому мы возим, как они могут нас принять, что могут показать. И только после этого у нас случается кондек. Развитие промышленного туризма с внедрением экскурсионных программ на крупных предприятиях региона – главная цель акселератора. Это поможет в первую очередь нарастить в крае туристический поток, а также поднять престиж рабочих и технических профессий. После производственной практики студенты профильных специальностей смогут пойти работать на промышленные предприятия. У меня очень много выпускников здесь находится на Хабаровском судостроительном заводе. По разным специальностям – слесари по сборке металлоконструкции, сварщиков очень много. Ну и в прошлом я выпускала группы токарей, есть выпускники нашего учебного заведения. В акселератор «Открытая промышленность» уже вошли 10 предприятий региона, в том числе и Хабаровский судостроительный завод. Заводу это в первую очередь нужно для того, чтобы о заводе узнали, для того, чтобы показать себя предприятиям не только производственным, но и социально ориентированным. Ну и, конечно же, завод заинтересован в притоке кадров и, в принципе, интересу к производимой продукции. Акселератор в регионе продолжат пополнять новыми предприятиями. На каждом производстве будет разработана своя экскурсионная программа. Ольга Горбунова, Анастасия Привецкая, Виктор Казаров. Большой город.